Книга «Открытым оком», том 1. Вопрос 549. Тема взаимоотношения. Почему на верующего человека иногда наводятся ложные подозрения? От кого это исходит и почему? Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Иоанн Златоуст говорит, что ничто так не разделяет людей, как подозрение. Подозрение может быть положительным и отрицательным. Иногда оно, как наитие, предупреждает о скрытой опасности, исходящей от кого-либо. Ложное подозрение имеет целью разделить, поэтому нужно тщательно расследовать, так ли это. 1 Тимофея 6.4. Тот горд, ничего не знает, но заражен страстью к состязаниям и словопрениям, от которых происходит зависть, распри злоречия, лукавые подозрения. 2 Маковейская 12.4. Когда же они согласились, ибо желали сохранить мир и не имели никакого подозрения, тогда по общему приговору города иопийцы, отплыв, потопили их не менее 200 человек. Хорошо ли это подозревать невинного человека? Этот вопрос похож на такой. Что лучше, быть оптимистом или пессимистом? Лично я отношу себя и действую согласно этого. Быть пессимистом и всех без исключения подозревать. Доколе их хорошо не узнаешь. Как это выглядит на практике? Ни в поезде, ни у знакомых я не оставляю без присмотра своих вещей и костюма, в которых есть деньги, и поэтому все остается при мне. За 62 года моей жизни, по милости Божией, думаю, что ни один вор не поживился ни одной копейкой из моего кармана. И мною не был потерян безвозвратно ни один документ. Ни один квартирант и гость меня не обокрал. Уходя из гостей, я никогда никого уже не подозреваю. Повторяю, все осталось при мне. Но если в комнате было 10 человек, и у тебя что-то потерялось, ты подозреваешь всех. Что лучше? У меня есть правило, которому хочу научить и вас. У меня очень большие связи с начальством в городе. И где бы я ни был, они все полностью мне доверяют. Но когда я нахожусь у них в кабинете, а им нужно срочно выйти в другое место, то я тут же стремлюсь выйти вместе с ними. Не соглашаюсь остаться, и они удивленно спрашивают. Почему? Потому что у вас на столе и в столе много документов. И быть может, что-то уже потерялось до моего прихода. И вы это обнаружите позже. И не найдя утерянное, рано или поздно начнете высчитывать тех, кто был у вас в кабинете. И в поле зрения подозрения попаду и я. А я этого никак не хочу, поэтому лучше я подожду вас в коридоре. Да что вы, да разве можно так плохо подумать о вас? За кого вы меня считаете? Значит, вы действительно растяпа, если оставляете посетителя одного, совершенно не зная его, с важными государственными документами. Вас нужно сегодня же выгонять с работы. Мда, как-то не думал об этом. Интересно вас послушать? Я об этом скажу и своим коллегам. Кстати, у меня недавно как раз была пропажа важных документов. Интересно. Будьте уверены, об этом случае он расскажет и другим. И аудитория моих благодарных слушателей мгновенно расширяется. И я прошу вас, будьте подозрительны, но в меру благоразумно. Так точно и о пессимизме. Я всегда ожидаю самого плохого, печального результата во всем. Что меня обманут, не вернут, обворуют, сгорит что-нибудь, нападут, оклевещут. И в этом накале ожидания худшего я прожил всю свою сознательную христианскую жизнь. И готовясь к худшему, как бы непременно должно было это случиться, я заранее выстраиваю заслон на пути этих пакостей. Благоразумно высчитывая ходы противника и заранее же благодарю Бога за эти пакости, допустившего свершиться этому. Но в действительности очень и очень многое из мрачного, что я предполагал, не сбывается. Я всегда имею радостное настроение благодарности Богу, который защитил меня и скрыл от духов злобы и беспорядочных людей. И плюс к тому постоянно помню, не забывая того, что много я еще и не предусмотрел, не хватило ума. И только в вечности откроется, от какого позора и опасности покрывала меня амофором любви, преблагословенная Дева Мария. Среди каких бед пронес меня мой добрый ангел-хранитель. И в результате этого я имею в душе всегда неистребимый оптимизм, что силен мой Бог, который устрояет все к лучшему.